Привет всем! Я давно не снимал видео. Честно говоря, как-то было не до этого. Заняты были. Было холодно, сейчас уже тепло, лето. Я привез детей на Hatchery. Это место, где разводят лососи. Секринок выращивают мальков и выпускают их в Кэмпбелл Ривер, в речку, и потом эти мальки плывут в океан. И осенью они уже возвращаются, как взрослые рыбы. Опять в эти все речки. Кэмпбелл Ривер, Фрайзер Ривер. И откладывают тут яйца и умирают. Я думаю, видели вы много видео. Особенно на Geographic снимали много про то, как лосось возвращается сюда, к нам на землю, в Битарской Колумбии. А мы приехали с детками. О, Наня, Лео, Ляске. И тут, получается, раз в несколько недель можно приезжать и опускать этих мальков в речку. То есть для детей такое развлечение. Все это работает на основе волонтерства. Все бесплатно. Люди, которые работают там тоже волонтеры, они зарплату не получают. То есть вот так вот. Тут у нас в Канаде очень заботятся о природе и стараются поддерживать. Уже лосось, как бы он, популяция лосося дикого, особенно, она очень снижается стремительно. И ученые говорят, что в ближайшее время у нас не будет лосося дикого. Тот, который выращивается на фермах, это одно. А вот дикий лосось, он исчезает. Каня стоит в очереди за Салмана. Вот в ведрах раздают мальки. Да, ну покажи. Вот видите мальки. Прикольно. А вот Левка наш. Лев, привет. А ну покажи Леву мальков. Смотри, Анечка, лево, смотри. Рыбки там. Смотри. Ты видишь рыбки там, какие маленькие? Пойдем отпускать. Хорошо, идем отпускать. Так, мы узнали, это лосось-щинук. Вот Аня идет сидеть в эту древечку, выпускать. Ань, нужно подойти к этому, видишь, на эти деревянные такие штучки. Ну, подожди. Давай. Вот они. Все, уплыли. Малыши. Уплывите, малыши. Возвращайтесь сюда к нам. Обратно. Вот такая речка маленькая, Кэмбелл Ривер. Вот по такой маленькой речке эти мальки. Аня пошла за второй партией. А ну покажи ему. Вот побольше. А Лев, смотри. Так, Леву что-то не сильно интересно, эти лососи. Мне интересно, где-то полазит тут. Так скажем, подробно на экскурсии, как нужно пускать среди метров. Аня, а ты такие же маленькие или побольше? Одна рыбка побольше, другая маленькая. Ага. Левка, смотри на рыбок. Смотри. Видишь? 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 Т yea i Видишь? Хэтчеры не организовали такие продажи всяких развлечений. Там даже есть рыбалка такая, можно половить эту треску. Сама эта хэтчеры, где разводят рыбок. Видите эту мальков? Тут их выращивают. Можно их кормить? Да? А ну идем посмотрим. В гонке резиновых уток, наша утка розовая номер 27. Вот они плывут. Давай 27, давай! Аня. Так Аня, какая-то... Какие-то две розовые есть, но непонятно твоя или нет. Синяя утка пока впереди. Яна! Яна! Нет, это розовая. Розовая какая-то, но непонятно какая. Она выйдет номер 3. Посмотрю. Она выйдет номер 3. Какая-то розовая утка выиграла. Я вижу два на ней. А, нет, они должны доплыть до этого чудика. Видите, что это? И бэжика. Пожалуйста. Пупятка, тут много зёргонов. Мы будем собрать свои зубы. Мы будем собрать наши зубы! Мы будем собрать зубы. Мы будем собрать зубы. Да? Думай, давай! На автобусе! Выиграла утка номер один синяяя, это не наша. Вот такая красивая погода. Такая красивая природа. солнышко очень тепло огромнейшие деревья она ничка стоит это тайн тайн head regional park это парк возле где разводят лососи такие длинные трейлы по 2-3-4 километра выбрали такой средненький пару километров ну в принципе что у нас нового такого произошло с момента когда я после раз записывал видео ира у нас работает она работает по смарте она по-моему с января началась свою работу работает на в салоне там в груминг салоне занимается собачками стрижка там мойка ногти там всю воду собаками она вообще планирует стать профессиональным грумером пока она ассистент грумера то есть ей нужно определенное количество собак проработать но она уже достигла это это цифра по 150 или 200 собак и потом по смарт управляет ее грумер академию где она будет получать сертификат грумера и уже будет работать грумером грумер получается он работает на проценте то есть по смарте платят 50 процентов от оборота то есть с метом 5 собак например было 500 долларов есть как бы оплачено пряжу собак то есть она получает половину 250 ну образно там не знаю сколько собак может быть день 4 5 наверно это так она уже 150 собак отработала и летом наверно пойдет уже это вот в груминах академии нам приезжают ирина мама и иран папа этим летом вот будет она что помогать у меня принципе тоже изменения есть на работе у меня так карьера немножко пошла вверх меня повысили сейчас я чипой maker у нас на предприятии это аналог украинский аналог главный технолог или главный винодел или завпроизводством что-то типа такого это сложно говоря из-за моей работы в ней не было особо времени снимать видео вы так особо нигде не гуляли все был занят постоянно так и ира тем более она работает по выходным часто то есть у него бывает такое что на субботу сочтение работает бывает что субботу работает сегодня например суббота балуется например суббота на работе завтра она будет дома и вот дела у нас же солнышко лето же скоро уже такая жара стоит уже по 30 градусов я думаю что следующей неделе мы начнем уже на пляж выезжать потихонечку вот собственно такие все новости ничего такого особого не происходит сейчас поэтому так вот ну ладно мы пойдем дальше гулять патриалом наслаждаться прекрасным солнышком прекрасной погодой вот и вам все пока